Тем, что мне выпала эта честь представлять очень известного нам и мировой общественности, которая занимается здоровьем профессора Владимира Абдулаевича Дадари. Признаюсь вам, знакомство с этим человеком произошло у меня 6 лет назад ночью. Глубокой! Наталья Васильевна Сачик позвонила мне и говорит, Саша Тарасенко принес кассету, написано завкафедрой биохимии Санкт-Петербургской академии, меня профессор называет, я утром должна отдать. И вот был первый час ночи, я для пущей храбрости схватила маленького песика, и ночью бежала только взять эту кассету. И когда я ее посмотрела, ну уже всю ночь я отсутит и разжировала. Потом эта удача встреча в Новосибирске, вот оказался доктор химических наук у нас здесь. Владимир Владимирович, я считаю, что вот это просто событие, которое мы вот с радостью отмечаем. Профессор с мировым именем, с уникальными знаниями. Все, ура! Марк Твена тоже вот так представляли, говорили, вот у него такие-то заслуги, такие-то он отмахивался, говорит, ну что вы, что вы, ну хватит уже меня отболеть. А Санкт-Петербург всегда думает, могли бы сказать и больше. С Караловым клубом я имею дело очень много лет. Я вообще-то говоря не вхожу ни в какую компанию, такую десятипьютерскую, но лекции считаю очень многим. Потому что просто профессионально мы занимаемся вопросами природных веществ. В институте тематика вся по природным соединениям. Вы знаете, я избегаю слова биологически активные добавки. Вы знаете почему. Потому что слово БАДы на наших начальников медицинские действуют как раз на НБК. Так вот, чтобы их не раздражать, я вот читаю большой курс, но это только в Петербурге. 72 часа по природным соединениям с выдачей удостоверений, сертификатов приглашаются. Это коммерческий курс. Но студентов всех медицинских вузов мы приглашаем на этот курс бесплатно. Всех. Лишь бы ходили. И ходят. Хотя мы их ругаем, мы говорим, что они лентяи, пиздельники, двоечники по биохимии. Но они ходят, причем это не рабочее время, после занятия они, безусловно, отсидев занятия, не успев поесть. Тем не менее, приходят и три часа сидят. Три часа астрономических часа сидят, каждую неделю слушают вот эту информацию. Вот. И я, например, считаю, что это, ну, может быть, будет самой большой заслугой в моей жизни. Будем так считать. Потому что появится поколение врачей, которые будут мыслить не так стандартно, как мыслят вот наши врачи. Которые, кстати говоря, к стандартному мышлению приучают. Нас всех вообще стандартизируют, как вы знаете. Начиная со школы и кончая вузами. Система этих ЭГЭ, тестов и так далее. Это все стандартизация. Это все, чтобы все не думали. Самое главное, чтобы никто не думал ни о чем. Сами понимаете, к чему это в конце концово привлекает. А мы с вами должны думать и должны творчески подходить. И к своему делу продукции, кстати, хорошие продукции. Я могу судить об этом объективно, поскольку я признаюсь, я как разработчик работаю с одной компанией российской, российско-американской. Как разработчик рецептуры. Я не буду называть компанию, не положено так, поскольку мы в другой находимся. И поскольку приходится разрабатывать рецептуры, то есть обосновывать включение каждого компонента для лечения или профилактики определенного недуга. То все это пропускаешь через себя. Не просто знаешь, по книжкам там что-то кто-то сделал. Поскольку таких продуктов уже много, 25. Вот я возвращаюсь в Москву. И у меня представление будет 5 новых продуктов. Совершенно новых продуктов. Презентация. Вот. То понятное дело, что вот проблема биологически активных природных веществ близка, так же, как и вам. К великому сожалению, наших врачей учат отвратительно. Я вам должен сказать, как преподаватель медицинского вуза. Вот. Даже такие, казалось бы, вам понятные явления, как, например, эффект, как, например, использование минералов. Допустим, цинка, сирена. Медицинские врачи не учат. Вообще нет. Это в программу не входит. И мы, вопреки программе министерской, читаем это студентам. Например, сирен, цинк, там, активы, широко йод. Не так, как его читают, вообще-то говоря, по обычной программе. Особенно много внимания уделяется таких лекций к кальцию. Потому что, ведь, видите, нас же обманывают по поводу того, что нужно для восстановления, допустим, костной ткани. Или, допустим, для профилактики и борьбы с остеопорозом. Кальций, фосфор. А ведь нет. Не только кальций, фосфор. А еще 16 компонентов должно быть. Как минимум в системах. И это нужно обосновать и нужно показать. То же самое. Вот это пытаемся студентам внедрить сознание. Вот рассчитывая на то, что они молодые. И поскольку они студенты, они пришли в ВУЗ для того, чтобы учиться. И тогда они верят всему. А врачей заставить верить вот новым положениям очень сложно. Ну, надо сказать, что, слава Богу, наша Академия сейчас стала заниматься природными соединениями. И тоже благодаря работе с компаниями. Вот эти лекции. Постепенно эта вся информация дошла. И, наконец, руководство сподобилось включить это в государственную программу. Ну вот. Значит, я должен два слова о себе сказать. Потому что это очень важно. Образование фармацевтическое. Первый Московский медицинский институт фармацевтический факультет. И второе образование химический факультет Харьковского университета. Поэтому у меня степень химический ноут, доктор химический ноут. Я защищал докторскую диссертацию по ферментативному катализу в МГУ. Почему у меня образование фармацевтическое? Вследствие этого я не пью лекарств. Никаких. По возможности. И вам советую это делать. По возможности. Чем меньше препаратов лекарств и синтетических, тем здоровее будете. Потому что нет ни одного лекарственного синтетического препарата, который бы не повторял природное вещество, который бы не обладал побочными действиями. Вот вы покупаете любой продукт, посмотрите в уклады, что да. Там по действию 10 срочек, а по противопоказаниям, по обычным действиям, все остальное. И тем не менее медики упорно, упорно, с таким тупым, упорством, вот это все внедряют, забывая, что есть многие природные вещества, которые действуют так же, медленнее, но зато без всяких проблем. Я подробнее на этом остановлюсь. Те лекции, чтобы не говорить общие фразы, а мы подробнее прям рассмотрим. И даже на основе рецептуры, ликопин-то у вас есть, где-то я... Вы меня извините, поскольку у меня экспромтом эта лекция получилась, я могу забыть некоторые фирменные названия ваших продуктов. Фирменные названия. Ну, подскажите. Я буду говорить по компонентам. И вообще вот всю программу для студентов, для врачей мы строим по природным соединениям, а не по добавкам. Это логично, потому что когда человек знает это все по каждому компоненту природных соединений, а я вам сейчас многие из них назову, он очень легко сообразит, посмотрев на любую рецептуру. Их комбинация. Ведь дело в том, что продукты в разных компаниях имеют определенное сходство между собой. Больше, чем сделала природа, мы все равно с вами не изобретем. И в разных компаниях эти системы встречаются в разных комбинациях. Поэтому, зная свойства компонента, вы легко поймете свойства БАДа. Вот и все. И поэтому в этом смысле это целесообразнее именно так представлять. Конечно, есть уникальные вещи. Например, вот компания Коралл Клаб. Коралл Клаб самым уникальным продуктом, на мой взгляд, обзвукохимики, у меня, так сказать, белая зависть к тому, кто разработал вот эти комплексы клоногана. Это микрохидрин. Поскольку мы занимаемся профессионально антиоксидантами системой, причем не только экспериментами, но и разработками теоретическими в этой области, то совершенно понятно, что обойти микрохидрин, то есть гидрид, йон, было совершенно невозможно. И мы даже пытались его воспроизвести, но это патентованные данные. Действительно уникальный продукт, эксклюзивный продукт. Его нет нигде, ни в одной из компаний. Я знаю продукцию всех компаний, работающих в России. Нигде такого продукта нет. Совершенно уникальный антиоксидант. Манны, вы, наверное, об этом знаете. Буквально два слова я скажу, что это единственный антиоксидант, который не дает принципиально прооксидантного действия. Мы говорим, что это происходит, да? Потому что любой антиоксидант, который мы с вами не обсуждали, например, тоже витамин Е, витамин С, как привычный, определенных условий, каротиноиды, в определенных условиях они работают как антиоксиданты, а в определенных условиях иногда они ожидают как прооксиданты. Это можно использовать вообще-то и во благо, потому что есть рецептуры, где используются прооксидантные действия, например, того же бета-каротина. Прооксидантный эффект, когда он может быть полезным? Например, при попытке уничтожить раковую опухоль. В псориазе прооксидантный эффект является необходимым. Прооксидантный эффект. Вот мы занимаемся псориазом с нашими термотологами, и мы как раз создаем такие условия и такие продукты используем, чтобы запустить прооксидантный эффект, который уничтожает, вот допустим, вот эти чешуйки у псориатических больных или раховые клетки. Поэтому здесь понятие вот такое качающееся и абсолютных представлений, вот это вещество антиоксидант. Таких понятий не существует. Потому что я потом на витамине Е это вам покажу. Тем более, что здесь хороший природный витамин Е, и мы с вами рассмотрим, есть ли разница между природным витамином Е и витамином Е, который продается в аптеке. Если вы что-то знаете за витамином, вы мне сразу скажите, мы это знаем, не надо нам рассказывать, потому что у нас времени все-таки мало. Так вот, когда мы говорим об антиоксидантах, вот это положение антиоксидант-прооксидант, я же говорю, что это как чаша весов. А вот что касается микроядрина, то он принципиально только антиоксидант. Вот это уникальное свойство. Потому что работает там так называемый гидридион. Гидридион это протон, то есть ядро водорода с двумя электронами. Знаете это. Но мне просто приятно об этом продукте говорить, потому что он хорошо идет в комбинат со многими другими. Так вот, когда вот этот гидридион отдает свой электрон, будучи восстановителями и одновременно антиоксидантами, он переходит в атом водорода. А атом водорода, отдав второй электрон, переходит просто в протон, в кислоту. Все. И никаких радикалов, которые образуются в других антиоксидантах, здесь не образуется. В этом смысле это, конечно, совершенно уникально. И поэтому его эффективно сочетать с любым другим продуктом, в том числе антиоксидантом, для того, чтобы его регенерировать. Вот витамин Е с микрогидрином, например. Вот такая комбинация. Почему она так сделана? Вот мы об этом немножко позже поговорим. Или вам не интересно? Может вы это все... Ну, мы попытались взять просто микрогидрин, так, значит, будучи по-моему неверующим, недоверие, взяли в компанию, у нас же тоже есть карл-клак, я 3 февраля тоже читаю лекцию, вот так это получилось уже там... Ольга Владимировна, я забыл в кефирме. Нет, нет, нет. Оля, Оля Сефремова. Нет, не Ефремова. Нет, нет. Такого? Нет, нет. Все, ладно. Я потом в сумму и скажу. Вот. Мы взяли и просто на спектр-патометры посмотрели, действительно ли идет восстановление, действительно ли выделяется водород, действительно ли можно восстановить никотиномидные коферменты, вот это уже делим. Это действительно все работает. Это очень приятно всегда, потому что при умышленно предвзятом отношении, понимаете, вот, а вдруг нет, это все работает, действительно работает. Ну вот, так что, вот это действительно уникальный продукт, И правильно, что разумно, что его сочетают с очень многими другими компонентами. И не просто так сочетают, а там, где нужно, чтобы была восстановленная форма, работала восстановленная форма. Вот микрогидрин. Поэтому он хорошо работает. Там есть свои проблемы, но это уже проблемы чисто специальные. Значит, это такое маленькое восхищенное начало, потому что у меня действительно в некоторых компаниях есть такие продукты, которые представляют собой эксклюзив, такой уникальный. Вот микрогидрин здесь, конечно, уникальный совершенно. Я говорю, что у меня даже такая белая запись внутри есть. Как это вот, ну не компания, а фланогам, которая разработала это все, у которого хватило вот этого. Вот, да, найти, как ему удалось гидрид-ион сделать стабильным. Потому что мы занимаемся, химики занимаемся этими вопросами, это совсем не простая проблема, потому что гидрид-ион получить не проблема, это очень просто сделать. Но как его зафиксировать, чтобы он вот жил в чем-то, вот вроде капсулы, это уже другое дело. Вот. Ну, теперь я начну, собственно, то, с чего хотел начать. Если вы мне позволите, я сяду. Ну, что у меня, я все время, я с поезда, с поезда на поезд, с самолета на поезд. Все время я уже вот неделю заканчиваю здесь, в Владивосток. И сегодня мы уезжаем в Владивосток. Завтра работаю в Владивостоке. И послезать рано утром улетаю в Иркутск. Два дня в Иркутске, потом в Москва. В общем, сумасшедший дом называется. Поэтому я всегда прошу разрешения здесь, чтобы не тратить лишнюю энергию. Вот. Значит, мы начнем сначала. Прежде всего, а зачем все это надо? Вот нужно ли это все? Либо это чья-то выдумка, либо это такая ситуация, как сейчас с этим свиным гриппом создали ситуацию, чтобы продать всякую дрянь и выкачать деньги из людей и так далее. Так вот, мы начнем с вами сначала. Что химические препараты, которыми пользуются врачи, давайте я вспомню, они возникли, между прочим, не так давно, исторически. Ну, полтора столетия всего лишь. Тогда, когда органическая химия стала развиваться, и по шине синтезы, это все действительно очень важно, никто с этим не спорит. И сейчас мы считаем, что фармацевтические препараты в экстренных случаях, в неотложных случаях, хирургическое вмешательство, дезинфекция, например, антибиотики в экстренных случаях нужны. Мы от этого не можем отказаться. В принципе, не можем отказаться. Другое дело, я начал с того, что это нужно по минимуму употреблять, потому что эти вещества чужеродны для нашего организма. В том числе лекарственные препараты. Они чужеродны. Это не пустая фраза. С биохимической точки зрения, что значит чужеродное вещество? В печени, в стенке кишечника нашего, в легочной ткани, в коже имеется специальная ферментная система, которая чужеродные вещества выводит из организма. Я не буду рассказывать, как это, потому что это специальные вопросы. А вот вещества, свойственные нашему организму, входящие в его структуры, безусловно, они тоже трансформируются, но они, организм, используются, например, в строительных целях, как, например, допустим, аминокислоты белковые, как кальций, которые мы должны получать с пищей. И эти продукты не оказывают на организм токсического действия, не являются у них организмы чужеродными. Это прежде всего продукты самого организма. Какие? Вот если брать продукцию. Ну, например, колострум, который есть в компании. Колострум. Что это такое? Колострум – это высушенное молозиво. Высушенное молозиво. Надо сказать, что теперь, видите, оно стало доступным. А у меня есть номер журнала «Кремлевская медицина». Такая медицина, когда есть «Кремлевская», а есть вот «Медицина наша». Там обзорная статья, где написано, что колострум использовал для лечения наших вождей еще в 70-х годах, когда мы понятия об этом не имели. А он уже использовался. Колострум действительно достаточно богатый продукт. Он содержит иммунотропные факторы. И задача колострума, кстати говоря, очень глубокая. Задача колострума природой залождая. Именно природой, не человеком. Передать информацию, иммунологическую информацию, которую обладает мать, навороженному ребенку, в течение вот этих трех дней, пока ребенок получает из грудной железы матери молозиво, а не молоко. Это, конечно, уникальное достижение природы, потому что представьте себе, что женщина в те далекие времена рожала, где в пещере, у костра, везде грязь, везде земля, везде микромикробы, вирусы, все, кто хотите вокруг. И появляется новый человечек, у которого абсолютно никакой защиты нет. Он еще абсолютно стерильный. У него и кишечник даже не заселен еще. Задача спрашивания, как это все выжило? Это должно было все погибнуть. Он только появился, на него тут же набрасывается вся микрофлора, а нет, и вот матушка природа, Господь, ну как хотите, называйте, придумали совершенно уникальную систему. Передать информацию в виде пептидов, которые имеются вот в колостроме, информацию о тех антигенах, то есть о тех микроорганизмах, вирусах и так далее, с которыми сталкивалась мать и ее предки, это называется врожденный иммунитет, передать новорожденному организму. Это характер не только человеку, это характерно абсолютно всем живым существам, и поэтому колостром, естественно, получают не из материнского, не из женского молока, это же большое удовольствие из женского молока получать, а из коровьего молока, молозива, потому что факторы, которые входят в колостром, они универсальны для любой живой системы. Даже из яиц можно получать подобного рода вещества. Я это абсолютно достоверно знаю, потому что этими вещами занимаемся. И в этом, конечно, уникальная значимость этого продукта, особенно сейчас, в связи с новыми инфекциями. А новые инфекции на нашем веку появились, как вы знаете. Тот же самый СПИД, тот же самый птичий гриб, атипическая пневмония, а вот теперь свиной гриб. Как бы он ни был раскручен, суть в этом опасность есть. Я могу об этом говорить совершенно серьезно, потому что летом, минувшим летом, в нашем биохимическом обществе, ну, это известное общество, в каждом городе оно есть, где есть биохимия, а я член президиума этого общества, перед нами выступал директор института гриппа, у нас единственный институт гриппа, профессор Киселев. Вот серьезная информация по этому поводу. И, в общем-то, подтвердил то, что было, кстати говоря, уже известно порядка десятка лет, что вирусы, новые инфекции, будут возникать постоянно. Это закон природы такой. Почему меняется вирус гриппа? Это просто самая яркая информация, вот яркая примерка. Что касается вируса свинок гриппа, то почему возникло такое очень тяжелое опасение, что может быть тяжелая эпидемия? Слава Богу, фу, пока нет, будем надеяться. Дело в том, что за счет обмена генетической информации, естественно, вирус свиного гриппа приобрел часть генома, которая была свойственна вирусу гриппа испанки. Вот того гриппа, который в 20-х годах унес 50 миллионов человек. Вот они обнаружили это. И вот это и вызвало вот такой вот ажиотаж, вот это опасно, это страшно и так далее. Ну, слава Богу, вирус свиного гриппа не такой опасным оказался, но дело в том, что новые инфекции будут возникать, и это совершенно неотвратимо, а против новых инфекций средств нельзя создать просто. Нельзя создать средства против того, чего нет. Но природа все это предусмотрела. Поэтому такие компоненты, как колостром, которые должны использоваться регулярно, как и все остальное, и продолжить, о чем мы сейчас будем говорить дополнительно, это подготовка организма, его иммунной системы к отражению любой атаки, даже пока неизвестной инфекции. Вот это вот очень существенный момент. Я долго не могу об этом рассказать, потому что у нас очень много вопросов возникших. Но вот колостроми обычно, ну да, иммуномодулятор и все, а сейчас это приобретает особое значение. Но иммунитет, вообще любые жизненные процессы, они полностью зависят от того питания, которое нам, так сказать, которым мы питаемся. Даже интеллект, который на 80% определяется наследственностью, 20% в наших руках все-таки. Это тоже немаловажно. И если это использовать разумно, начиная не с детского возраста, а с возраста еще предматеринского, предматеринского, будем так говорить, то можно достичь очень серьезных результатов в деле, допустим, поддержания интеллекта ребенка, сохранения интеллекта ребенка, потом взрослого и так далее. То есть питание. Ну, я не буду говорить, что современное питание – это почти искусственная пища. Практически искусственная пища. Любой продукт, который мы возьмем с вами в магазине, он на 50, на 70% искусственный. Или переработанный. И переработанный так, что он организму несет значительно меньше пользы, чем его исходное состояние. Пример, возьмите, это растительные масла, например, которые продают в магазине. Вот, мы не надо к этому относиться с пониманием. Рафинированные растительные масла, из них удалено все самое ценное. Все. Удален редамин Е, удалены фитостеролы, так называемые, то есть растительные аналоги и антагонист холестерина. Удален лецитин, который в нем имеется. Все удалено. Для чего это сделано, я думаю, вы понимаете. Для того, чтобы эти масла сохранялись долго и можно было нам их продавать. Продукты хранятся неправильно, и это приводит к образованию токсических веществ, тех же растительных маслах. Растительное масло не может храниться на свете. Оно не может храниться в бессветной посуде. Не может храниться. И ничего никому не докажешь. Зато на этикетках написано, не содержат холестерина. А вы прекрасно понимаете, что растительные жиры вообще и в принципе не могут содержать холестерина. И вот такие уловки рассчитаны, что нас держат за идиотов, в конце концов, что они умнее нас, вот эти вот пиарщики. Понимаете? И мы можем о каждом продукте вот подобное сказать. А самые нужные вещества питания мы с вами не получаем. Я обязательно останусь немножко позже на таком важном жировом компоненте, как омега-3, омега-6, жирные кислоты, которые имеют совсем не энергетическую ценность, как многие врачи до сих пор считают, что если это жир, так это энергия и больше ничего. На самом деле абсолютно нет. Значимость вот этих веществ совсем другом состоит. И совсем не производство энергии. Если взять современную пищу с точки зрения ее достаточности для организма, то без длительных обсуждений можно совершенно четко сказать, и есть на эту тему серьезные доказательства, что современная пища удовлетворяет потребность нашего организма в микронутриентах, а я сейчас скажу, что это такое, примерно 5-6%. 94% острейший дефицит. Острейший дефицит. Это связано с новыми технологиями в сельском хозяйстве. Иногда новые технологии выдаются за необходимость, а на самом деле это просто для увеличения массы продукции. Вот только и всего. Меньше всего заботы, так сказать, о нашем здоровье. Поэтому очень важно знать, откуда получать недостающие компоненты. А что это за компоненты? Какие это компоненты, микронутриенты? И буквально два слова. Пища, которая должна быть лекарством. Мы одновременно говорим о пище, как о средстве поддержания здоровья. А медики рассматривают, официально рассматривают пищу, как средство поддержания энергии. И все. И разве что пластические функции. Ну, построение компонентов тела организма. И все. И вот эта классика настолько утвердилась в медицинских вузах, что ну совершенно ничего невозможно пробить. Поэтому они постоянно считают, ну рыб, нужны пилки, углеводы, жиры, далее считается колораж. И еще того, вы получаете нормальную продукцию. Да, действительно, нужны эти компоненты, никто не спорит, но мы должны с вами получать и продукты, которые регулируют наши процессы. И вот эта глупая, совершенно старая точка зрения, что регуляторные молекулы возникают в самом организме. Да, возникают. Но они работают в сочетании с регуляторными молекулами, которые мы получаем из пищи. В сочетании. Только в сочетании. Итак, вот эти три компонента, которые я назвал, это макронутриенты. Белков 60-80 грамм, полноценный белков. Углеводов 450-500 грамм, причем очень важно, чтобы это были трудно расщепляющиеся углеводы. Это принципиально важно. Крахмалы, клетчатка. А у нас потребляется обычная сахароза в 60 раз больше, примерно, чем положено по всем физиологическим нормам. И не только в России, в других странах. К сожалению, тоже. Это очень опасное явление. В 60 раз больше мы потребляем сахар. Вы только подумайте, так сказать, по своему быту. С чем мы приходим в гости, что мы едим каждый день, там и так далее. А избыточное потребление сахара в организме, это первое, потеря многих микронутриентов, например, минералов. Я сейчас о них буду говорить, какие теряются при этом автоматически. Далее. Избыточное потребление сахарной тягой к сладкому, это желание получать удовольствие. А это имеет самое прямое отношение к наркомании. Профессор Маршак, глава наркологического центра в Москве, это прекрасно показал вам доктор медицинских наук. Если ребенок имеет вот такую тягу к сладкому, и есть такие дети, которые без сладкого ничего вам не сделают, то это потенциально тягу к наркотикам. И с этим нужно очень серьезно бороться с этим, это нужно обязательно подсекать. Это очень серьезные вещи. Ну и что касается жиров, то обычно доза 60-80 грамм жира, раньше медики говорили, нужны твердые жиры, 30% и 70% жидких жиров. И совершенно дифференцируемые. Какие жидкие жиры? Теперь мы с вами совершенно четко знаем, что среди жидких жиров должны быть жиры, содержащие омега-3 жирные кислоты, которых у нас примерно 6-10 кратный дефицит питания. Мы об этом отдельно остановимся, потому что это вопрос исключительно важный. И я вам сообщу информацию, которая у нас в российской литературе вообще отсутствует, так, между прочим. Это информация о действии амега-3 жирных кислот на психику, а также на поведенческие социальные реакции. Как это, не скраг акцию, причем из питания влияет на социальное поведение. А оказывается, это действительно имеет место, я потом об этом расскажу дополнительно. Ну вот этим ограничено. Врачи еще говорят, ну витамины нужны, причем об этом говорится, знаете, как в порядке одолжения. Я когда-то пришел к кардиологу, ну у каждого бывает свои проблемы, пришел к кардиологу и говорю, знаете, я не буду принимать там вот вашу гелок и так далее, но я в этом тоже поговорил. Как мы с помощью вот этих продуктов можно снимать побочные действия или, по крайней мере, уменьшать побочные действия обычных лекарственных препаратов, которые нам назначают. Тот же гелок, тот же нефидипин, который используется для нормализации ритма сердца. Это очень многие возможности скрыты вот такой продукции. вот, так вот, что я говорил, теперь запомнил. Врачок-то, я же не говорю. А вот кардиолог. Да, мне назначают лекарства, и я, естественно, в своей старой фармацевтической привычке, поскольку это мои бывшие студенты еще, потому что я это пить не буду. не буду пить, я вам сейчас назову все побочные действия гелока, вот, или вы читаете сами. И я, говорю, совершенно не собираюсь это делать. Я хочу принимать комбинацию витамина Е, витамин С, биофулоноидов и других витаминов, так далее. На что мне ответ идет? Ну, попейте свои витаминки, как будто бы это карамельки. Понимаете, вот такое отношение. Абсолютно не понимая, что тем же витамином Е, природным только, потому что они не знают, что между природным витамином Е, вот из масла заросшей пшеницы, и аптечным существует колоссальнейшая разница. Мы сейчас с вами скажем. Или вы знаете это, я не знаю. Так же, как и витамином С, аскорбиновой кислотой. Врачи уже считают, что витамин С и аскорбинка. А на самом деле это не или. Это не или. Аскорбиновая кислота аптечная, это только лишь одна шестая всего комплекса, который в природе называется витамином С. Так вот, вот такой вот ответ. Попейте свои витаминки. И вот это постоянное отношение. Мне одну шутку рассказал мой коллега-педиатр. Это действительно так, что вы приходите к врачу-педиатру с ребенком, и вам этот врач никогда не спросит, ваш ребенок получает витамины, минералы, антиоксиданты, а вы приходите к врачу со щенком или с котенком, вам ветеринарный врач обязательно это скажет. Вот такие парадоксы. Вот так. Так вот, кроме вот этих макронутриентов, которых мы в общем обеспечиваем себя, там, более-менее, к сожалению, иногда менее, чем более, потому что белки могут быть неполноценные. Ну, что касается жиров, мы сейчас об этом отдельно поговорим, омега-3 продукты с их компонентами. Имеются еще микронутриенты, которых нужно 1-2 грамма в сутки, и врач убежден в том, что все это, эти вот ваши витамины, вы должны получать из пищи. А вот я, как врач, я вам назначаю лекарства. Понимаете, это же глубочайшее заблуждение. В пище нет сейчас того, что нам нужно для нормальной жизнедеятельности. Это весь мир осознал, и поэтому появился сейчас термин органическая пища. Оганик фуд. Вот в Соединенных Штатах. Я это абсолютно нестоверно знаю, потому что разрабатываю вот эти продукты, я каждый март летаю в Лос-Анджелес на международную выставку биологически активных добавок, раньше она называлась, а теперь она называется международная выставка органической пищи и биологически активных добавок. И вот в этом марте мы собираемся лететь тоже в Лос-Анджелес, вот все это усваиваем. Что такое органическая пища? Это хорошо забытое старое. Это пищевые продукты или сырье, которое получается без применения какой бы то ни было химии. Вот старыми методами, которыми работали когда-то крестьяне, там, кулаки, не знаю, как их там обзывали, грамотные к своему делу людей, это были натуральные продукты. Вот это органическая пища. Сейчас это стало новизной, хотя этой новизне две сотни лет примерно. Но просто у нас таких продуктов нет. Поэтому витамины, минералы и прочие микронутриенты мы с вами вынуждены получать из других источников. И когда мне говорят, я БАГа не верю, я в таких случаях говорю, а вот скажи, пожалуйста, я почему говорю, скажи, потому что это моя коллега, доктор медицинских наук, специалист по питанию, кстати говоря, специалист по питанию. Я говорю, ну хорошо, но ты веришь, например, то, что организму нужны витамины. Да, конечно. Я говорю, вот тебе витамины. Они в аптеке есть? Высший критерий истинный. Есть в аптеке, нет? Нет, говорю, в аптеке. Ну тогда нет. Я и привожу пример, который вам хочу привести. Пожалуйста. Один из важнейших минеральных компонентов – это селен. Сейчас об этом все хорошо знают. Мы несколько слов тоже об этом скажем, может быть, вы не все знаете. Селен в аптеке тоже есть. В каком виде он продается в аптеке? Таблетка. Таблетка – это не. Таблетка. Селен актив. Есть селен актив, это еще ничего. Неоселен. Это еще ничего. А вот неоселен, неоселен – это одно из самых токсичных соединений селена. Я вам должен сказать, что я заканчивал Первый Московский медицинский институт, я недаром с этого начал, и у нас преподавал в фармакологии очень известный фармаколог профессор Кудрин, не напокойный, к сожалению. Он еще в 60-х годах пытался внедрить в селен выздоровление населения. А значимая селена, я думаю, вы знаете. Это и сердечно-сосудистая система, и это и онкология. И мы сейчас прямо студентам на лекции, на втором курсе говорим. Вы это можете забыть. Вот придете домой и скажете своим родителям, 100 микрограмм селена ежедневно против опухоли всех видов, любой локализации, против сердечно-сосудистой патологии, против нарушений системы воспроизведения, рождения и так далее, абсолютно обязательно это должно стать как отче наш. Потому что действительно это все доказано. Так вот, сами понимаете, какое значение это имеет. Но его обвинили чуть ли не в измене Родины тогда, потому что токсикологи заявили, что селен такой же токсичности, как и мышья. Так вот, селенит натрия, то есть этот неоселен такой же токсичности, как и мышья. Это принципиально важно. А организму нужен другой селен, селен так называемый двухвалентный. Вот селен дрожжей, селен водорослей, где он находится в так называемой двухвалентной форме. Надо сказать, что это не просто придумано. Четыре года тому назад, по-моему, была закончена международная программа геном человека, это очень серьезный проект был, где был расшифрован геном человека и было показано, что в геноме человека имеется кодон, кодирующая система включения селена в белки организма. В каком виде? В виде вот селенометионина, селенцистеина и никакого неоселенного. Вот это на всякий случай я так говорю, потому что приходят в аптеку, вам тут же предлагают неоселен, ну человек откуда он знает. А это токсично, действительно высоко токсичное соединение. Вот вам пример. Значит, итак, кровь... А? Чем разрешают? Это другой вопрос. Почему разрешают? Решение проблемы внедрения препарата... Вот я в свое время, я один из разонастроев был разработчик препарата Раунатин в 60-е годы. Вот мы разработали, он до сих пор работает. Он не самый сильный, но вообще-то, говоря, средств от гипертонии сейчас нет. Есть системы снижения веса. Это не лечение гипертонии, это снижение веса. Принимаете... Тьфу, ты не вес, а давление. Давление снижается, отменили давление, повышается, это не лечение. Так что преимуществ перед Раунатином не так уж много, кстати говоря. Так я знаю, как это внедрять. Раньше это была бешеная работа локтей и протекции, а сейчас еще один фактор присоединился. Знаете, старая поговорка, нет таких крепостей, которые бы не взяли большевики, говорили, да? А на самом деле происхождение этой поговорки еще со времен Александра Македонского. И звучит она так. Нет таких крепостей, которым не взял бы и шаг, нагруженный золотыми мешками. Вот так это звучало. Но ее переделали, но селеги не взяли. Вот почему и оказывается ответ на ваш вопрос. Кто-то пробил вот этот на осилен, понимаете? Какие-то связи были и так далее. А мы должны с вами это объективно знать. Значит, и так получается, что кроме макронутриента, вот этих жиров, белков, приводов, о жирах отдельно поговорим, суточные дозы, которые исчисляются у вас, тут чуть ли не сотни мигран, есть еще компоненты, которых нужно 1-2 грамма всего лишь. Это микронутриенты. К ним относятся почти полтора десятка витаминов. Вот они представлены в рецептурах здесь, например. Наборы витаминов, причем обязательно природные формы. В частности, витамин Е, витамин С должен быть обязательно природным. И мы немножко позже скажем, какая разница между витамином Е природного, который входит в состав этой продукции. Вот, например, тоже самый минамин, например. Я всю продукцию, так просто позабывал все минные, фирменные названия. Вот. И витамин Е, который продается в арте. Значит, витамины, как будто бы врачи даже признали. К сожалению, далеко не все знают, что появились сейчас новые витамины, о которых раньше речи не было. Например, витамин В14. Он пока не входит ни в какие рецептуры В14. Японцы лет 5 дней назад его идентифицировали. Этот витамин имеет важное значение для поддержания энергии организма. Он работает там, где работает кофермент Ку. Вот кофермент Ку есть в продукции. И я бы на нем тоже хотел остановиться специально, потому что мы занимаемся коферментом Ку сейчас профессионально, пытаясь показать крайнюю необходимость его использования каждым человеком, который просто хочет быть здоровым. Даже не больным, а хочет быть здоровым. К великому сожалению, врачи абсолютно не отдают себе отчета, насколько ценен вот этот компонент Ку-10. Вы все принимаете, надеюсь, его, да? Хотя бы 30 миллиграмм ежедневно. Хотя бы. Да. Ну вот. Постоянно? Постоянно. Я сейчас скажу об этом. Вообще все, что здесь дается, это принимается постоянно. Понятие постоянно нужно расшифровать, коль мы уже заговорили. Это так называемые интермитирующие схемы. То есть, допустим, три недели приема, неделя перерыва. И так далее. Но постоянно в течение всей жизни. Поэтому, когда задаются вопросы, а сколько мне принимать витамины, неделю, две, на этот вопрос ответ очень простой. Вот столько раз принимать витамины, сколько вы обедаете в месяц. Один раз в месяц обедаете. У всех вызывает это ироническую улыбку. А почему тогда вызывают улыбку при ежедневный прием витамин? Это те компоненты, которые мы должны были с вами получать из завтрака, обеда или ужина. Но там нет этого. Нет. Промышленность сделала все, чтобы там этого не было. И поэтому единственный способ поддержать свое здоровье и сохранить долголетие, энергию на долгие годы и не болеть, это использовать вот такие системы постоянно. Я тоже самое делаю, у меня портфель добавок с собой. Куда бы я ни ехал, я никогда ничего не оставляю дома, я все вожу с собой. Потому что у многих врачей сложились представления о некоторых болезнях, как болезнях возрастных. Говорят о мужчине, аденомопростаты. Это возрастное заболевание. Сколько вам лет, батенька? 50. А если вам 60, а если 70, так вообще непонятно, что вы здесь делаете на этом свете. Понимаете? Вот такое представление. А ведь этого не должно-то быть. Понимаете? Не должно быть. Есть рецептуры, которые содержат цинк, которые содержат картиковую пальму, соляной репенс, которая позволяет мужчинам до конца дней своих не знать, что такое аденомопростат. Понимаете? Это совершенно реально. Но это требует применения продукта, требует обязательного такой концепции. Постоянно. Витамины каждый день, утренние часы, если они идут отдельно от минералов, минеральные компоненты, все мы сейчас будем говорить, желательно во второй половине дня. И важно помнить, чем, что можно сочетать и с какими продуктами питания. Это очень существенные моменты. Иногда непонимание этого приводит к тому, что очень хороший продукт считается неработающим, а только потому, что мы с вами позавтракали геркулесом и тоже проглотили таблетку минерального состава, например. И все. И все минералы тут же связались химически с фитиновой кислотой, которая есть в овсяной крупе. Она самая полезная, это фитиновая кислота, но нужно разделить по времени при, допустим, потреблении, допустим, той же овсяной каши, очень полезного продукта, и минералов. Либо, допустим, мы опять-таки пообедали, там, второй половине дня, палтус, вот, который меня угощали, содержали достаточное количество жира, жира, и приняли минералы. Все минералы не всосутся. Ни мини-кальция, ни магия, ни многие другие просто не всосутся, потому что они прореагируют жирными кислотами на доки растворимые соединения. Вот эти вот положения нужно обязательно знать и об этом говорить, и я потом кое-какие вещи еще дополнительно скажу об этом. Это, так называемые, мелочи, но организм это знает. Вот эти мелочи он хорошо знает. И поэтому возникают проблемы, даже хороший продукт можно таки, можно не завести до плохого и неэффективного. Понимаете, вот таким вот неправильным приемом. Так вот я к витаминам. И вот этот витамин В14, который участвует в тех же процессах, где экофермент Ку, то есть является его помощником. В чем он содержится? Он содержится в больших, значительных количествах, самых богатых источников. Это какао. Какао и шоколад. И я должен сказать, что вот я когда был мальчишкой, это было очень давно, так не хочется уже говорить когда, было тяжелое время, мама, и другие мамы, молодые совсем, кстати, все уже вдовы, потому что мужья погибли во время войны, свои детей обязательно поили какао, утром какао. Они, естественно, не знали какао, они думали, что это поддержка энергетическая. Это, оказывается, еще могучая витаминная поддержка была, теперь мы это знаем. А сейчас какао как-то не в ходу. Сейчас кофе не слева, вот это, который, это разве кофе, извините за выражение. Причем он должен сказать, что за границей нигде этого кофе нет. Вот в ресторан или в кафе вы придете, вы там растворимый кофе не можете купить. То есть, если хотите, я сам, я не фантазирую, как-то рассказали кофе, кто-то сказал, растворимый. И бедный хозяин долго извинялся и говорил, вы знаете, мы сейчас мальчика прошлем в магазин, чтобы он купил банку вот этого, извините за выражение, кофе, но он сейчас примет. Никто этого не пьет. Вот точно так же, как в свое время появились тряпки у нас в России, как он там назывался? Милон. Нет, Милон. Вовсан, да, да, да. Дрикотин. Изготовлен, ну еще трикотин, я бы там меньше. Дрикотин и так далее. Я просто знаю, что появился синтетический материал, с которого пижоны шили себе костюмы. А на самом деле они, во-первых, абсолютно не гигиеничные, и те, там, где изобрели этот материал, его используют только лишь для изготовления мешков, которые, как сюда переносили. Вот, понимаете? Увлечения. Вот и здесь увлечения такие. А вот увлечения, а вот увлечения, ну если там, допустим, увлечение этим растворимым кофе приводит только к потере минералов, так, честно говоря, в том числе цинка, хрома и так далее, то вот увлечение молодежи фанто и кока-колой уже приводит к так называемому ювенильному остеопорозу. То есть молодежному остеопорозу, который развивается там в 12-15 лет. Остеопороз. Можете себе представить, что это такое. Это очень серьезная вещь, особенно для девочек. Потому что не всегда врачи говорят, что рост костной массы идет где-то до 27 лет. А потом костная масса начинает убывать. Вот представьте себе, что девчонка в 12 лет уже имеет дефицит костной массы. Она никогда не достигнет вот этого пика. Значит, у нее в 45-50 лет будет тяжело. Вот что заложено этой рекламой фанто и кока-колы. И в ряде странах, где заботятся о здоровье, там запрещено продавать кока-колу и фанто подросткам. У нас же, пожалуйста, у нас пиво продается, что угодно. Это вот, это не отвлечение. Это просто в общем контексте идет разговор на эту тему. Вот так что витамины, я думаю, что не надо в этой аудитории, аудитория грамотная, доказывать ежедневную значимость всего комплекса витаминов. Ни в коем случае не надо употреблять слова, что витамин С это главный витамин. Нет главных витаминов. Все витамины нужны организму. Где-то прокол в каком-то метаболизме, и организм, единая система на него обязательно отреагирует. С болезнью. Почему говорят о витамине С много? Потому что он легко окисляется. И действительно, его сохранить в продуктах очень трудно. И когда начинают говорить, вот скептики, когда я говорю, вот пожалуйста, комплекс, тоже именамин, пожалуйста, употребляйте. А зачем мне, ну, я своему ребенку покупаю апельсины, мандарины, там, тут и все. Вот именно. Я спрашиваю, вы что, апельсины рвете в собственном саду, за окном, когда они свежие из дерева? Вот, знаете, откуда их привозят. Если к нам, к нам, почему они к нам, потому что мы далеко, в Санкт-Петербург привозят яблоки из Китая. Вот спросите, зачем? Зачем яблоки из Китая? Возите, там ничего нет, пока они доходят до нас и лежат на всех перевалках. А многие считают, что он ест яблоки, значит, получает все витамины, те, что в книжке написаны. Это тяжелейшее заблуждение. В книжке написаны идеальные данные, то есть данные в свежайшем продукте. Никто не будет со склада брать вам яблоки или апельсины и их анализирует. Берется свежий продукт, и на свежем продукте проводится анализ. И даже в свежих продуктах дефициты. И минералов, и витаминов, и это сейчас. А что говорить об этих продуктах? Поэтому за счет таких продуктов питания эту проблему не решишь. Витамины каждый день издобавок. Другого выхода просто нет. Вот поверьте мне, я тоже самое делаю. У меня с собой все, комплексы витаминов, ну, мои, это не имеет значения. И утро я начинаю с того, что я обязательно таблетку, а иногда, когда день тяжелый, и две в день, витаминов. А во второй половине дня минералы. Причем нужно знать, в какой они должны быть формы. Это очень важное обстоятельство. Значит, витаминов полтора десятка. Я на них останавливаться не буду, кроме отдельных. Вот витамин С, витамин Е, те, которые заменены синтетическими витаминами, с великой потерей для нас. И для врачей. А врачи абсолютно убеждены, что другого витамина Е просто не существует. Я вот с ними имею дело. Причем врачи на уровне докторон, наук. Не просто так там из районной больницы. А ведь витамин Е назначается, например, для улучшения, допустим, не просто там антиоксидантов. А вот гинекология, пожалуйста. У женщины проблемы там с беременностью. Назначается это все. Назначается синтетический витамин Е из аптеки. И я хотел бы, чтобы вы это доказать могли не себе, вам не надо доказать, а кому-то, кто будет пользоваться вашей продукцией. И доказать нужно не просто фразой, а доказать. Я попробую вам объяснить, как это можно доказать, чтобы человек вам поверил, в том числе врач даже. Значит, это то, что касается витаминов. Мы сейчас вернемся к этим. Вторая группа продуктов, микронутриенты, это минералы. Их значимость вообще не оценивалась в медицине. Вообще. Вот если вы вспомните, какие были раньше витаминные комплис в советское время. Декамерит, гексавит и другие. Там витамины были, а минерал там мог быть в одном месте медь, в другом месте железо вдруг проскочило. Самым показателем примером является компливит. Компливит сейчас появился, и первое поколение компливита лет 10 назад содержало цин. Все тихо радовались этому. Нынешнее поколение компливита содержит уже 7 минералов. Это хорошо. В принципе, задача спрашивается. А вот наши те, кто жил 10 лет там, потреблял витамины и минералы, они что не нуждались в этих остальных минералах? Видите, как получилось. Все это идет постепенно, кто-то что-то проталкивает или может быть понимает наконец, что сейчас уже 7 минералов, а то был один цинк. А на самом деле организму нужен весь минеральный набор. И вот когда речь идет о всем минеральном наборе, мы с вами должны произносить такую фразу. Мы говорим о тех минералах, для которых, значимость которых доказана. Потому что, если взять журналистские всякие высказывания, они пишут, в организме имеется вся периодическая таблица. Действительно, если провести анализ, допустим, любой ткани или любого продукта на минеральный состав современным методом, методом атомно-адзорционной спектроскопии, вы там найдете и ураны, и тори, и радии, что хотите. Но это все тысячные доли процента. Что? Это необходимо. Вот эти вот компоненты. Пока, по крайней мере, никто не доказал, что они необходимы. А иногда это используется и, знаете, в таких нечестных целях. Вот такая информация. Потому что нужно быть осторожным. Например, ртуть нужна организму? Ртуть. Мы сейчас столкнемся с проблемой ртути. Очень серьезно. Вот сейчас переход на эти лампочки, вот эти вот экономные лампочки. Ну, у нас же всегда делается половина дела. Вот на переход, переход произойдет. А вот куда девать отработанные лампочки, где здесь все ртуть, об этом никто пока не думает. А народ будет их выбрасывать просто, как обычно, лампочки накаливая. А еще они будут дома биться. Естественно. И везде появится ртуть. Чрезвычайно опасно и серьезно все это. Я имел дело вот с такими рабочими. Мы с кафедрой профболезней занимались. Выведением ртути из почек людей, работающих с газосветными, знаете, вот длинные такие трубы. Они тоже ртуть. У всех у них ртуть есть. В почке, а в моче нет. Это значит, ртуть сидит в тканях и не выводится из организма. Что это такое, я думаю, вы прекрасно понимаете. Ну, слава богу, были разработаны подходы, кстати, использование подобного рода, правда, например, пектинов, которые имеются в ряде продуктов. Пектины особенно эффективны, потому что они связывают не только токсические компоненты в желудочно-кишечном тракте. Казалось бы, они нерастворимы ни в чем. А они в тонком кишечнике, в толстом кишечнике, расщепляются нормальной микрофлорой. О нормальной микрофлоре мы с вами еще поговорим. Тоже очень серьезный вопрос сейчас. Расщепляются нормальные микрофлоры с образованием низкомолекулярных продуктов, которые всасываются в кровь и связывают ртуть, находящуюся в почках, и выводят ее. Вот насколько серьезен пектин. И ртуть, и свинец. Свинец с трубами, потому что свинец в костной ткани. Из костной ткани намного консервативнее вся эта система. А вот мы, это я не понаслышке знаю, была защищена диссертация по оздоровлению вот этих вот рабочих.